Украина на пути в плей-офф Кубка наций по киберспорту. Пока традиционные спортивные мероприятия из-за карантина взяли паузу, на первый план вышли онлайн-турниры. Главная команда страны по контр-страйку, это, если кто не знает, самая популярная в мире стрелялка, попала в группу с Израилем и Словакией. Костя команды, кстати, состоит из одесситов. Какие результаты показывают наши снайперы, знает Дмитрий Богомолов. Забросать соперников гранатами, как баскетбольными мячами, рассчитать тактику, как в шахматах, или прикрывать партнеров со снайперской винтовкой, как опорники в футболе. О, отлично, хедшот. Контр-страйк уже больше 20 лет настоящий вид спорта. Это мы, как аматоры, можем во время обеденного перерыва поиграть по сетке. Настоящие профессионалы тренируются и выступают на международной арене. Например, несколько одесситов попали в сборную Украины и на днях разгромили сборную Израиля в Кубке наций. На репортере мы по старинке играем версию игры 1.6, которая появилась еще в далеком 2000-м. Сборная Украины же составлена из лидеров Одесской Гучи Скуат, играет в более новую версию игры CS GO. В составе команды 5 человек и приятно, что большинство это одесситы, которые уже много лет побеждают на всевозможных престижных украинских турнирах. Ребята играют уже достаточно на хорошем уровне. В Одессе очень много, например, по КСу сильных игроков и сильных команд. Достаточно сказать, что наша одесская команда стала чемпионом большого турнира, который проводился в Украине с общим призовым фондом в миллион гривен. Они заняли первое место, выиграли 200 тысяч. И на базе этой команды, как раз на базе этой команды и этих игроков, была сформирована национальная сборная по КСу, которая принимает сейчас участие в этом международном турнире, который объединил федерации многих стран, вот такие международные федерации киберспорта. Позиции, задачи и выбор оружия в этой игре у каждого разные. Дмитрий Темплс-Рывков, например, энтрифрагер. Он выбегает первый к соперникам, как таран и форвард. От правильного начала атаки зачастую зависит результат. Чтобы победить в матче, команда должна первой выиграть 16 раундов. Израиль, например, в Кубке Европейских наций, наши дважды убедительно обстреляли. 16-3 на карте Мираж и 16-4 на Инферно. Эмоции после победы были... было просто приятно, но мы по ходу матча понимали, что уже все идет к победе, поэтому не такие красочные, окончательные эмоции. Выиграли за счет того, что просто были сильные ребята, они как-то потеряли свое время игры, мы не позволили им ничего делать. Нам сейчас есть чему тренироваться, у нас поменялся немного состав. Вот, также знаем, что есть неплохие составы у некоторых стран, к которым действительно надо готовиться, но, впрочем, остальных, ребята, думаю, мы и так можем выиграть сейчас. Всего в Кубке наций принимает участие 12 команд, которые разделены на 4 группы. Нашим еще предстоит битва со Словакией, а потом плей-офф, который стартует с четвертьфинала. Дебют важен для положительного настроя, считает снайпер Владлен Лоснов. Да, конечно. Ну и погнали. Есть быстрый вырыв на мидл. Дельфа очень здорово сейчас фантин делает третий минус на своей снайперской винтовке. Дельфа, как же его тут не убивают. 1% здоровья у него остается. Также полный набор гранат на руках имеется. И последний игрок это Делюкс, который делает выпад и квадрокилл от Дельфы. Прежде всего мы были очень довольны, что нас позвали представлять Украину. Для нас это очень многое все значит. Также мы перед матчем с Израилем очень много тренировались, играли праки с зарубежными командами. То есть мы нормально себя уже чувствовали, хорошая игровая форма. И вот как состав собрался, мы сразу показали хороший результат. В Европе и мире киберспорт давно развитое направление, в котором игроки зарабатывают не меньше профессиональных футболистов. Украина только на пути к этому. Как в Counter-Strike у нас есть одна из самых титулованных в мире команд – NAVI, в состав которой могут скоро пробиться и одесситы. Развиваются и другие дисциплины киберспорта, например, ДОТА-2. Одесская юридическая академия стала первым университетом в Украине, который провел масштабный чемпионат по киберспорту, в котором приняло участие более сотни студентов одесских вузов. Юрокадемия сформировала свою университетскую команду. Молодые люди уже заявили о себе на всеукраинских соревнованиях, а совсем скоро выступят на международной арене. В УЗИ создан единственный на юге Украины факультет кибербезопасности и информационных технологий, где сегодня здесь обучается порядка 200 человек. Кроме того, что факультет осуществляет подготовку кадров киберполицию, министерство инфраструктуры, IT-компании и другие структуры, студенты активно развивают направление киберспорта. В УЗИ созданы уникальные условия, которые позволят факультету кибербезопасности и информационной 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 системы, в ближайшее время принять масштабные всеукраинские международные турниры. Современные IT-центры, первый в Украине центр кибербезопасности и информационных технологий, оборудованы более чем полутисячей компьютеров последнего поколения. «З моменту своего створения факультета кибербезопасности и информационных технологий ця инициатива покладается безусловно на президента Национального института Одесской юридичної академии Сергея Васильевича Кивалова. Действительно, для Одессы это такой большой подарок, потому что такой материальной базой, как факультет кибербезопасности и информационной технологии, не может сейчас показать любые другие университеты страны. Сейчас на факультете отведено 5 поверхов, которые полностью, извините за такие русизмы, напечканы компьютерами. Всего это близко 500 компьютеров». Возвращаемся к сборникам. Одесская команда «Гуччи Скуат», которая стала костяком сборной Украины, была создана почти 5 лет назад. За это время ребята успели сыграть, выиграли миллионник НСЛ, а с Ускроем многое другое. «Собрались мы где-то в 2016 году, до этого были знакомы еще пару лет. Играли все украинские турниры, там НСЛ, у нас есть скилл-клуб, там тоже играли турниры. Состав менялся очень много раз. Сейчас вот состав становился такой, который был уже как пару лет до этого. Ну, в принципе, пытаемся, есть люди, которые там помогают, меняются». «Дисциплина, нужно время, чтобы сыграться. В основном дисциплина, желание и время, да. Перед матчами мы, если важный матч, квалификации какие-то, вот со Словакиями мы будем смотреть, как они играют, смотрим их матчи, демки пересматриваем. Смотрим, что они делают, как они стоят, может, какие-то там что-то укрепляют. От этого мы отталкиваемся. Плюс у нас есть свои тактики, которые мы используем, то есть подготавливаемся к соперникам». В Кубкинации, кроме Украины, играют такие страны, как Португалия, Бельгия, Сербия, Чехия и многие другие. Фаворитами эксперты называют венгров, белорусов и наших. Но как раз на Венгрии Украина и может сразу попасть в плей-офф. Тем интереснее. Более подробную информацию обзора игр можно найти в соцсетях группе Updater. Дмитрий Богомолов, Константин Нищеред, телеканал «Репортер».